Всем привет, с вами я, Алекс, и сегодня в этом ролике я буду восстанавливать элементы и буду впервые за полгода тренировать нормально элементы на турнике. Вроде фигня, да, но что необычного в том, что я через полгода вернулся на турнике и буду повторять элементы, которые я уже забыл делать. Не учитывая только один факт, сейчас я вешу 80 плюс килограмм, то есть уже прибавка такая серьезная на турнике, оно почувствуется, особенно после полгода. Братан, если ты смотришь это видео не подписанным, но оно тебе нравится, пожалуйста, подпишись, помоги мне набрать 100 тысяч подписчиков, спасибо. Для этого нам, конечно, нужны турники, и сейчас во время карантина в Украине я нашел вот такие турники советские, далеко от цивилизации, для того, чтобы на них никто не тренировал, потому что сейчас карантин в Украине, заразиться вирусом, ну такое себе дело. Поэтому на этих турниках, я уверен, на 100% никто не тренировал, ну как минимум пару лет. Итак, давайте начнем с чего-то такого простого, вроде, но красивого, например, с Эдемонио. Сейчас сделаю небольшую разминку и делаю Эдемонио. Не особо уверен, что получится, потому что я, в принципе, уже забыл движение, как это все дело вообще делается. Попробуем. Первые попытки сделал ласточку, но немного коряво, а сейчас попробуем сделать прямо в сет и немного быстрее. В принципе, косяк в том, что, как и в прошлом видосе, когда я вам показывал выход на двигатель сделать упрощенный вариант, скользкая трубка на советских турниках, нету, знаете, такого покрытия, когда трубка, ну, можно взяться нормально, она очень скользит, эта трубка. Кстати, вот в этом видосе, в одном из прошлых видосов, у меня была обучалка упрощенного варианта выхода на две, который сможет сделать даже девушка любая, которая там не умеет подтягиваться нормально. Вы в комментариях писали, один из ребят в комментариях писал, что это невозможно, девушке нельзя сделать выход на две. Серьезно? Тогда смотри, моя подписчица, Аленка, прошу. Передаю привет всем подписчикам и зрителям канала Алекса. Кто-то мне верил, что это может сделать девушка. Смотри. Все ребята, которые в комментариях писали, что это невозможно, мол, вы там подтягиваетесь 10 раз, и у вас не получается сделать вот этот выход на две упрощенный, который я показывал. Возможно, все-таки дело у вас, ребят. То есть я не говорю, что вы там какие-то плохие, вы наоборот крутые, молодцы. Просто продолжайте этим заниматься, и у вас получится. Главное искать ошибки. Снимайте себя на видос, почему у вас не получается данный элемент, и тогда у вас обязательно получится. Нельзя так быстро сдаваться, писать комментарии. Невозможно. Возможно, все. Первая попытка была самая лучшая. Поэтому давайте сейчас сделаем что-то силовое. Например, подтягивание на одной. Попробую, я смогу хотя бы раз подтянуть. Один раз на каждой руке. Результат херовый, но зато я сотку на 12 приседаю. Окей, тогда давайте попробуем взрывные подтягивания. То есть вот эти подтягивания. Не знаю, что за херня. Разминку вроде нормально, качественно сделал, но что-то у меня... Вот это плечо херовое идет. Именно трапеция. Бля, я хотя бы сделал, сейчас на записи посмотрю. Да, я сделал так, что турник чуть не вырвал, блин. Подтянулся, так подтянулся. Давайте нормально попробую сделать. Немного плавнее, чтобы таких жестких движений не делать, что-то себе не вырвать. В принципе, я в этом не сомневался, что сделаю именно эти взрывные подтягивания. Потому что сейчас выход на 2 я делаю с 20 кг 3 раза, а с 25 кг 1 раз. Ну, практически 2. Поэтому эти подтягивания, выходы у меня изи всегда будут идти. У-у-у, ребят, что я придумал только что. Вот эти взрывные подтягивания, которые я сейчас сделал, я делал вот таким хватом. То есть верхним. Бум-бум. Это достаточно просто. Но пока что я никогда не видел, чтобы люди делали такие взрывные подтягивания нижним хватом. Ну, блин, я сейчас попробую. Я не попробую, я сейчас сделаю. Вырву нахер эту трубу. Если сделаю, то напишите в комментариях, что я красавчик. Нижним хватом достаточно непонятно даже. Блин, это я вам скажу необычно. Но это круто. И сейчас попробую сделать точно так же. Но потянуться именно не рывком, а плавной силой вот так выйти наверх. Посмотрите. Блин, это какой-то обычный выход получился. Ну что, в принципе, сейчас возвращаемся к динамике. Следующий элемент, который я сейчас хочу попробовать, это гробик. То есть гробик из седа. Когда вы сидите на трунике, падаете и делаете как бы соскок сальто. Это легкий элемент, но после перерыва просто нужно преодолеть свой страх. То есть страшно делать. Вот буквально на маленький момент я засомневался. То есть стало страшно. Но потом сделал, а ничего страшного там нету. Простое элемент. Динамика эта оказывается очень весело. А сейчас хочу так же сделать, только с разворотом на 180 попробую. И, конечно, блин, как же без нашего любимого переднего виса. То есть после того, как у меня ноги выросли, достаточно тяжело, наверное, держать передний вис. Потому что в прошлый раз, когда я делал обучалку на передний вис, я держал его, ну вот, примерно так. То есть нормально. Сейчас я без понятия, как я его держу. Давайте попробуем. Это все, больше не смогу. То есть ноги реально чувствуются. Вроде фигня там на пару сантиметров выросли, но чувствуется, как тянет вниз меня. Сейчас я хочу еще один элемент динамики попробовать. Ребята, которые меня давно смотрят, знают, что есть обучалка на этот элемент на канале. Те, которые новенькие, которые только подписали. Кстати, привет, братан, если ты подписался только буквально пару видосов назад. Добро пожаловать. Братишка, привет. Напиши мне в комментариях, я с тобой поздороваюсь. Не, такое я уже немножко, немножко старый, наверное. Либо просто нужно восстановить. Сейчас я показываю. Фигня. Знаете, что хочу попробовать сейчас? Сейчас я попробую сделать комбинацию. То есть комбинация перышка. После этого захожу с перышка в склепку, делаю оборот в упоре. После оборота делаю полулуну, либо полузамок, там что получится. Вроде забыл, но мышечная память помню. То есть в памяти я не помню, как это делать. Но именно сами мышцы, они сами тянутся и делают эту комбинацию. Конечно, ребят, этого мне мало. Потому что после этого всего я хочу сделать любимую свою базу. База – это голова всем элементам, всему, что только есть в воркауте. Если вы будете тренировать базу, то есть подтягивания, отжимания на брусьях от пола, желательно еще дополнительным весом будете тащить вообще все. И в принципе таким же образом делаю и брусья. То есть взрывные отжимания как можно жестче себе отжимать от трубы. Также делаю это все в один день, несколько подходов. Но вы, если новичок, то можете просто через день, то есть подтягивания один день, второй день отжимания на брусьях и так далее. Вот такие взрывные отжимания выглядят красиво, правда? Ну а вы пока что в комментариях пишите, на что снять обучалку. Ну, например, как вам обучалка на такой элемент, как задняя склепка? Если хочешь научиться, то пиши в комментарии. Либо, если нет, то пиши свой вариант. С вами был я, Алекс. Если вы смотрите это видео не подписанным, но оно вам нравится, пожалуйста, подпишитесь и влепите лайкос. И, конечно, пожалуйста, скидывайте это видео своему другу, чтобы продвинуть этот ролик. Спасибо огромное за просмотр. Деля будет. Субтитры сделал DimaTorzok